Ну что ребят, всем привет, снова я, снова вы, видосик по Call of Duty Warzone и сегодня у меня для вас отличная новость Они наконец-то поправили перки, теперь высший перк всегда работает Это очень важное изменение, которое на данный момент для многих людей откроет вообще перки и наборы перков Потому что многие до этого вообще об этом не задумывались, типа ну блин возьму как бы набор с форой Буду играть с форой, хотя опять же я считаю, что набор с форой отвратительный И в отличие от первой Warzone, фору использовать не имеет никакого смысла Ребят, перед началом стримы каждый день с 9 на Твиче, с 9 утра между прочим Вечером сейчас я тоже стримлю несколько часов Также вы можете подписаться на телеграм-канал, в телеграм-канале новости по Warzone и не только И соответственно там можно найти себе пати для игры в КБ и ДМЗ Ну и погнали собственно смотреть, сейчас я вам объясню и расскажу какие перки стоит использовать в каких режимах И под какие соответственно сетапы Итак, в первую очередь я буду разбирать соло режим И набор Авангард, это у нас первый набор, он состоит из бегом марш, взрывотехник, пополнение запасов и бдительность Пополнение запасов это соответственно ресток Бдительность отличный перк, он хорош и в совокупности с рестоком это неплохие перки, если вы играете через например РПК Акимбо То есть вы используете вторую пушку, которая будет быстро доставаться То есть вы допустим используете стан гранаты и у вас будет ресток, который будет эти самые гранаты восстанавливать То есть это отличный набор для соло режима, для сетапов а-ля автомат плюс Акимбо Для того, чтобы быстро менялось Его используют лучше так Следующий, Командос, это мой самый любимый набор Я его использую в соло режиме Здесь есть два перка, которые имба Это бдительность и быстрые руки А также есть очень удобненький перк, называется сила рук Вы дальше кидаете гранаты, а еще вы видите траекторию того, как летит эта граната Это не очень сильный перк, но в совокупности это прикольно То есть у вас три хороших перка Быстрые руки позволяют вам играть со снайперкой и менять быстро на второе оружие в любых моментах Это очень крутой перк Я считаю, что это один из лучших перков Наряду с бдительностью Бдительность показывает, когда на вас смотрят сбоку или сзади Это очень жесткий перк Для соло режима must have Можно использовать под любые комплекты вообще То есть вы можете использовать это с чем угодно Это может быть РПК фенек Это может быть снайперка плюс снайпер саппорт Это может быть две АРки Это может быть хоть два пулемета, неважно Быстрые руки позволят вам быстро менять оружие в любой ситуации А перк бдительность сохранит вам жизнь Или покажет, когда вам срочно нужно, допустим, сделать долфин дайв И тут же упрыгать куда-нибудь за препятствием Отличный набор Набор призрак Это, наверное, самый бесполезный набор вообще на данный момент Потому что перк наблюдатель Это смотреть на модификации через стены Он бессмысленен Он не нужен Но здесь есть следопыт Следопыт относительно неплох Но он будет неплох, когда выпустят маленькую карту Перк бегом марш ничего особенного из себя не представляет Потому что у вас нет возможности отменять Соответственно, слайд для того, чтобы бегать быстро, постоянно А перк призрак, он на данный момент не шибко полезен Так как всего на всю карту Около 30 БПЛА То есть всего 30 БПЛА А вы попадете в зону максимум, ну не знаю, 5-7 за игру И то есть перк призрак большую часть времени работать не будет Поэтому я считаю это, наверное, один из худших перков Один из худших наборов, которые на данный момент есть в игре Дальше у нас идет и такой же не шибко полезный набор перков Здесь у нас мародер сила рук, как и было в командосе Но вместо дополнительного перка и высшего перка у нас призрак и сосредоточенность Сосредоточенность практически не работает Толку от нее очень мало То есть неважно играть его со снайперка, не со снайперкой Никакого смысла от этого перка нет Хоть сколько его используете Все равно очень сильно кидает снайперку, когда по вам попадают Ну и перк призрак, как я вам уже говорил, абсолютно бессмысленен в текущих условиях Единственное, что он может помочь против одного из наборов Который не будет шибко популярным, но кто-нибудь его будет доиспользовать Идем дальше Ветеран взрывотехник, хладнокровие, быстрое лечение То же самое, что с дозорным Не рекомендую использовать данный набор Он не имеет, по большому счету, никакого смысла для королевской битвы Единственное, что хладнокровие не будет Хладнокровие будет защищать вас от того, чтобы вас спалили Когда вы смотрите на чело То есть если у чела бдилка, а у вас хладнокровие Он этого не увидит Но опять же, абсолютно бессмысленный набор Следующий набор Тюремщик Еще один набор с быстрыми руками Но опять же Набор командос намного лучше Потому что здесь быстрые руки и бдительность А здесь только быстрые руки Посредственный перк Сила рук И быстрое лечение Которое абсолютно не нужно На данный момент в королевской битве Так, следующий набор перков У нас называется Специалист по оружию Это единственный набор с форой Который позволит вам использовать Две пушки в комплекте То есть вы можете купить комплект с двумя дополнительными пушками Но здесь отвратительные Отвратительные просто перки Тут кроме форы Ничего по сути вам не надо Опять же, я говорил, что сила рук Не является каким-то интересным перком Да, он хорош в дополнении К перкам Если вы используете, например Перк командос То есть у вас есть быстрые руки, бдительность И сила рук Как бы помогает Это хороший третий перк Но как основные перки Говно Не стоит его использовать Поэтому фору я вообще не рекомендую использовать Если вы купили себе ладаут Если вы купили себе комплект То пушки вы себе докупите Они стоят всего 2500 Поэтому я рекомендую вам использовать предыдущие комплекты И последний набор Разведчик Вот это на самом деле Достаточно интересная комбинация двух перков Следопыт и авиаразведка Чем хорош Чем хороша авиаразведка Каждый раз, когда кто-то использует на карте БПЛА Вы получаете несколько тиков БПЛА И вы видите врагов на карте вокруг себя И направление их зрения То есть вы видите, как при МБПЛА Врагов на карте Это очень жестко Если вы играете с определенными сетапами Если вы киллрейсер Если вы пытаетесь набить много фрагов Также этот набор перков важен Если вы играете в сквадах И желательно хотя бы один человек Чтобы с ним был Потому что он может, допустим, использовать РПК Акимба И использовать данный набор Или он может играть, допустим, пассивно со снайперкой Ему легче будет обнаружить людей на карте И плюс он будет давать тиммейтам информацию Это неплохой набор Конкретно для киллрейсов в соло Либо для дополнительной информации в партийных режимах То есть когда вы играете Дуо, Трио, Четверио Он будет давать вам дополнительную информацию без БПК Я думаю, что этот перк пофиксят Он либо будет давать меньше тиков от БПЛА чужой Либо он вообще не будет давать этих самых тиков И его как-то переработают На данный момент этот перк выглядит слишком сильным Если мы играем именно активно То есть мы берем этот перк Берем РПК Акимба Берем тачку, катаемся и постоянно в течение всего матча получаем БПЛА Итак, давайте мы быстренько пробежимся по топу наших наборов Я рекомендую вам использовать топ-1 набор Коммандос Он подойдет под любой режим Соло, Дуо, Трио, Четверио, неважно Это лучший на данный момент набор Который дает вам бдительность Что повышает вашу выживаемость Дает вам быстрые руки Вы можете быстро менять оружие Это очень круто И вы, кстати, быстрее перезаряжаете оружие Это тоже очень важно Пушки типа Финька или РПК долго перезаряжаются Сила рук и Мародер В принципе, неплохо То есть дополнительная пластинка с убитого И также у вас будет показ траектории гранаты Следующий хороший набор Это Авангард Опять же, если вы используете оружие себе Второе оружие будет не основным То есть, ну, это будет не ППшка Это будет Кентакимба Это очень крутой набор Для того, чтобы играть активно И использовать стан гранаты, флешки Или еще какие-то предметы То есть постоянно использовать утилити Крутой набор Бдительность, пополнение запасов И последний набор, который я вам, опять же, рекомендую Это Разведчик Разведчик для активной игры Либо дополнительной информации Что касается комплектов Я рекомендую вам все-таки не использовать фору В этой части игры Это не имеет никакого смысла Потому что пушки стоят очень дешево Вы просто создаете себе 10 комплектов Вот, как вот я, например, это сделал У вас будет 10 пушек в продаже И дополнительно у вас будут комплекты Вы купили, допустим, комплект У вас получились перки, пушка И еще одну пушку вы докупаете Это выходит очень-очень дешево Ребят, надеюсь, вам помогло это видео Подписывайтесь, ставьте лайки Пишите комментарии Вот, может, вас еще что-то интересует А я об этом видос не сделал Вот, такие вот дела, ребят Всем спасибо, всем пока Приходите на стримы Подписывайтесь на Килиграм канал Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok